Первонаперво, перед тем, как мы начнём, позвольте мне поведать вам одну старую и немного грустную историю. Примерно в 2008 году я посмотрел замечательный аниме-сериал «Детройт. Город металла». Я был восхищён его безбашенным и бескомпромиссным юмором. Но больше всего мне понравилось то, что под фасадом комедии скрывалась история о сложностях жизни при дуализме личности. Насколько тяжело было главному герою совмещать в себе две противоположности – обыденного себя и своё сценическое альтер-эго. Тогда, воодушевившись этим произведением, я побежал на разнообразные форумы, чтобы донести до всех свет лучшей комедии на свете. Но в ответ я наткнулся на стену непонимания, ведь со всех сторон я слышал лишь обсуждение вышедшего год назад аниме «Счастливая звезда» Лаки Стар. И насколько это аниме весёлое, насколько девочки милые, и как там много отсылок на другие произведения. И прочие хвалебные отзывы о лучшей комедии на свете. По мнению большинства. Это и был мой первый опыт, когда мои вкусы существенно разошлись со вкусами массовой аудитории. Так я и стоял в бухгалке форума, тихо держа в руках скриншот капиталистической свиньи, пока со всех сторон раздавался громогласный «Тимотей, Тимотей». Да, тренды аниме в плане Моя появились не на пустом месте. Это старательно выверенная формула для привлечения массового анимешника. И мне было совсем не жалко, что Лаки Стар был таким популярным, каждый имеет право наслаждаться тем, что хочет. Я просто хотел, чтобы и о Детройте тоже говорили достаточно много, ведь он этого заслуживал. И я до сих пор считаю, это аниме «Детройт Метал Сити» – одно из лучших комедий на моей памяти. Так к чему я это всё рассказываю? К тому, что сегодня мы немножечко коснёмся скрытого бриллианта, который, скорее всего, утонет в потоке мейнстрима, будучи практически никому не нужным. И от этого мне лишь сильнее хочется поговорить о данном произведении. Запоздалого доброго времени суток, уважаемые читатели и зрители, я продолжаю делиться своим мнением о произведениях, которые достойны вашего внимания. И на повестке дня у нас манга «Перерождение дяди» с авторством грустно смотрящего вдаль. И если вам кажется, что имя автора звучит как-то подозрительно похоже на японское слово, то вы не ошиблись. Потому что если верить переводчику, то его имя означает «практически мёртв». Так что с большой долей вероятности это имя является творческим псевдонимом. И да, учитывая, насколько произведение пропитано саркастичным, а порой и грустным юмором с нотками одиночества, то такой псевдоним автор явно выбрал не случайно. Про самого же автора пока критически мало информации. Тем более, если у него может быть несколько псевдонимов. Но так или иначе, изначально мангак опубликовал «Перерождение дяди» на веб-сайте Comic Walker с июля 2018 года. Также, по некоторым данным, манга засветилась в приложении к журналу Кадакава Шота. Ну и конечно же, когда произведение заметили, у него начали появляться и печатные танкабоны. Но давайте уже немножко поговорим о сюжете. История в манге начинается с того, что молодой японский парень по имени Токофуми отправляется в больницу, чтобы встретиться со своим дядей, который последние 17 лет пролежал в коме, потому что его сбил грузовик. Вот только сам дядя утверждает, что грузовик Кун отправил его в другой мир. И все эти 17 лет он провел в другом мире изучая магию, сражаясь и отчаянно ища способ вернуться домой. Разумеется, племянник не верит дяде. Вот только в дело вмешивается парочка факторов. Дядя, на удивление, может разговаривать на странном языке другого мира. А также он может использовать магию. И поскольку великовозрастный дядя, который только что вышел из комы, не обладает ни местом работы, ни сбережениями, то все родственники просто бросили его, убежав в закат. Поэтому заботу о дяде берет на себя племянник Токофуми. Теперь этим двоим придется провести много времени в тесной квартире племянника в попытках помочь дяде разобраться в современных гаджетах, телефонах, интернете, в современном аниме и поп-культуре. А дядя, в свою очередь, будет с большим удовольствием играть в старую консоль Сега и параллельно рассказывать о своих приключениях, точнее, злоключениях, в другом мире последние 17 лет. В общем, повествование в манге строится вокруг двух типов событий. Во-первых, дядя Токофуми проводит время в квартире племянника, делают ролики для ютуба, играют в игры и занимаются мелкими бытовыми делами. И зачастую разыгрывают шутки из разряда «Ну надо же, как изменился мир». Спустя некоторое время к сосисочной вечеринке дяди и племянника присоединяется и подруга детства племянника, которая влюблена в него с малых лет. Но он по традиции этого не замечает. И вот все вместе они и проводят досуг, разговаривая о жизни и периодически просматривая запись памяти дяди, о его приключениях в другом мире, что и является вторым типом событий – воспоминания дяди о другом мире. С помощью особого заклинания, дядя может проецировать свои воспоминания о прошлом, словно показывая запись на телевизоре. Попутно комментируя и вступая в диалог с Тахафуми и его подругой. То есть перед нами явный принцип обрамленной истории, которая только добавляет происходящему атмосферы. Ну и самое главное – эти 17 лет, проведенные в другом мире, были не самым веселым опытом в жизни дяди. Например, все обитатели другого мира очень красивые. Поэтому пришелец из другого мира, который обладает внешностью среднестатистического японца, принимается за уродливого орока, которого все хотят избить. Ну, примерно как если бы любой из нас попал в мир Геншин Импакт, то нас бы там приняли не за путешественника, а за обычного хиличурла. Монстры стараются сожрать, местные стараются обмануть или избить, спасенные зачастую предают и бьют в спину. У бедного племянника слезы наворачиваются на глаза от такой несправедливости. Но дядя лишь спокойно замечает, что это не так уж и сильно отличается от его обычной жизни. Воистину множество исекай-произведений строится на том, что нелюдимый, бесполезный и скромный Хико, попадая в другой мир, раскрывается как герой и альфа, у которого не будет отбоя от девушек. Перерождение дяди в этом плане прямо говорит, несмотря ни на какие силы и магические способности, задрот Хико и одиночка из нашего мира будет вести себя так же, как и раньше. Тихонько сидеть в одиночестве в стороне и в тишине уходить в свою комнату под шум всеобщего веселья и праздника. Хотя на самом деле у дяди действительно было несколько девушек, которые за ним увязались, несмотря на его уродливую внешность орка. И с ними у героя будет немало забавных моментов. Чего только стоит девушка, владеющая силой льда, которая меняет свою форму в зависимости от настроения владелицы. Да, воистину забавно видеть, как неразрушимый лед тает, когда хозяйка смущена. Вот только данный мир уже вызвал психологическую травму у протагониста, и он не верил, что к нему могут относиться по-доброму. Поэтому, например, другой персонаж, красивая эльфийка, всегда велась дядей стервозно и вызывающе, что дяде не нравилось. И если племянник, видя воспоминания дяди, сразу понял, в чем суть дела, то дядя, который попал в другой мир аж 17 лет назад, ни разу не сталкивался с архетипом Цундери, и на полном серьезе считал, что его ненавидят. На что делать и без того абсурдную ситуацию еще смешнее, так это то, что дядя сразу догадался, что подруга детства племянника в него влюблена. Но при этом, когда дело касается его самого, он становится непрошибаемым увольнем. Также надо отметить, что как заядлый геймер, дядя часто вспоминает случаи из игр и проводит параллели со своей жизнью в другом мире. Порой он попадает из-за этого в просаг, потому что пытается провернуть приемы из игры. Так, например, в одной из сцен протагонист пытался победить гоблинов, заставив их случайно упасть со скалы. Такой трюк он использовал в старой доброй игре Golden Axe, где из-за ошибки поиска пути монстры падали в обрыв в попытках добраться до игрока. Вот только сюрприз, реальность работает не так, как игры. Но при этом, порой, реальность и игровой опыт дяди смешиваются воедино, преобразуясь в довольно неожиданный результат. Например, в одной из сцен дядя вспоминал, как впервые попал в другой мир. Первые же встреченные им люди жестоко избили его и продали за сущие гроши в цирк, как говорящего орка. А потом про него просто забыли. Проведя неделю только на дождевой воде, дядя потихоньку начинал бредить. Лежа на холодных камнях, он говорил вслух о старой игре Польсман для приставки Sega Mega Drive. Глядя на красивый лунный свет, падающий через щель, он разговаривал с этим лучом света из последних сил, потому что он был похож на прием из игры Польсман. Человек, умирающий от голода и жажды, находящийся в плену за решеткой в мире, где все его ненавидят только за то, как он выглядит. Он тянет руку к лучу света и так по-доброму называет этот луч света красивым, потому что этот луч лунного света напоминает ему то, что он так сильно любит. Дядя протягивает руку к этому красивому свету и сжимает его, как меч. Миг и решетка его тюрьмы падает, разрубленная этим мечом. Духи света, с которыми он все это время говорил, рассказывая о луче света из игры Польсман, откликнулись на его зов. Благодаря тайному навыку дяди, переводу, который дает возможность понимать любых существ другого мира. Как вам настолько прокачанное красноречие, что даже духи не остались в стороне и одарили протагониста своей силой? Сам по себе это был настолько сильный момент в манге, что я не мог поверить своим глазам. Я действительно читаю смешную пародию на Исикай, ведь это действительно красивый, драматичный момент, наполненный неподдельными эмоциями, достойный высококлассного произведения. Но при этом, разумеется, большинство сцен призвано вызвать именно улыбку или смех. Например, один раз у меня была практически истерика в одной из сцен, когда главный герой вместе с группой из трех людей отправился в сложное подземелье, чтобы помочь им найти волшебный пособ. Все были готовы к сложнейшему испытанию в их жизни, но протагонист, обладая мощнейшей магией духов, просто сходу нашел секретную дверь, за которой и была тайная комната с посохом. И кажется, все должны быть довольны. Награда у них в руках, но чувство неудовлетворенности терзает всю команду. Тогда протагонист решает взять истереть память всей команде и начать прохождение лабиринта уже по-нормальному, пройдя все ловушки и испытания, чтобы в конце получить заслуженную награду в виде волшебного посоха. Почему он это сделал? Потому что данное приключение было важным для команды. И изначально лишив команду этих эмоций, герой просто поступил с ними нечестно. Поэтому он просто стер всем память и позволил команде заслужить, а не просто получить свою награду. И вся эта сцена была одновременно и уморительна, и вдохновляющая. Воистину прекрасная и выверенная логика истинного геймера. И да, глядя на эти страницы, можно честно сказать, что визуал Манги, конечно, не хватает звезд с неба. При этом, учитывая, как хорошо у автора получаются девушки в соблазнительных позах, не исключено, что Мангака, как и многие другие, подрабатывал хентай-художником. Действительно, посмотрите на один из ключевых сюжетных моментов прощания героя с группой. Рисунок занимает почти всю страницу, и при этом его качество довольно низкое. Но при этом, когда нужно прорисовать облегающую одежду на девушке, то тут Мангака не скупится на детали, он прорисует все складки, кружева, воистину уменьшит человек делать приоритеты во время работы. Когда я открывал в первый раз «Перерождение дяди», то я ждал абсурдную пародию на Исикай. Но на самом деле, это произведение не совсем пародия на Исикай. Это скорее пародия на саму жизнь. Чего только стоит один момент, где дядя для решения спора решает превратиться в своего школьного учителя, который решил проблему тем, что бил оппонента по голове и орал что-то нечленораздельное. С одной стороны, это смешно, видеть, как какой-то школьный учитель из 90-х шлепает командира королевских рыцарей. А с другой стороны, это грустно, учитывая, что ребенок в свое время запомнил только такой способ решения спора. Шутка смешная, а ситуация грустная. Этим можно охарактеризовать практически всю манку. Грустный клоун, который на самом деле лишь наше отражение. Смеясь над ним, мы лишь смеемся над собой. Это история об одиночестве, об ошибках и неудачах. История о том, как человек проходил через самые страшные и печальные события со спокойным лицом, просто потому что привык. Что общество всегда считало его никчемным, бесполезным, ненужным. Так зачем другому миру отличаться только потому, что герой обрел там какие-то волшебные силы? И оттого становится еще грустнее видеть, что герой почти не реагирует на доброту, которую к нему проявили. Просто потому, что он уверен, что это либо трюк, либо ошибка. Забавно, но даже пройдя через огромное количество испытаний, победив несметное количество врагов и спася сотни жизней, дядя никогда не был настолько же счастлив, как в тот момент, когда он просто вернулся домой и запустил старенькую сегу. И в такие моменты автор словно показывает нам, что самое главное – это получать удовольствие именно от того, что приносит тебе радость. Современное медийное пространство заполнено людьми, которые считают, что только их досуг единственно правильный. «Эй, отправляйся в путешествие!» – кричат тебе из Инстаграма. «Эй, отправляйся в клуб, встреть новых людей!» – трещит тебе Фейсбук. «Неужели ты хочешь сидеть все выходные дома, играть в игры или читать мангу?» «Так люди не отдыхают!» – чирикает тебе Твиттер. Даже Билли Бо Бэггинс из Хоббита не хотел отправляться в путешествие, но проникся приключениями под конец. А наш протагонист, дядя, попав в другой мир, потратил 17 лет только для того, чтобы вернуться обратно в наш мир и с большим удовольствием сесть и поиграть в свою любимую Сегу. И да, любой из нас достоин получить удовольствие от тех вещей, которые действительно он любит. И не важно, что ему говорят окружающие. Ведь даже самое первое, что спросил у племянника дяди, когда очнулся из Кома, это то, кто победил в консольной войне. Это ведь Сега, да? Ну как можно не любить этого персонажа? Манго Перерождение Дяди, увы, не хватает звезд с неба в плане популярности. Она заняла 8 место на конкурсе Next Manga Award 2019 года в категории цифровой манги. А также в 2020 году заняла 15 место по результатам опроса работников книжного магазина Хонья Клаб в Японии. А на престижной премии икону манги Гасугой 2020 года серия залезла лишь на 11 место. Но тем не менее, печатные тома манги продались уже суммарным тиражом в 1,8 миллионов копий. А такие продажи подстегнули за собой и аниме-адаптации. И за работу взялась молодая студия, основанная в 2020 году под названием Atelier Pont Dark. Сериал в настоящее время транслируется Netflix по всему миру с лета 2022 года, и на момент написания этих строк вышло уже 5 серий. Вот только большого обсуждения данного проекта, увы, совсем не видно. Исикай и пародия на Исикай всегда должны хорошо приниматься массовой публикой. Зато сам гений Кодзима в своем твиттере радостно рекламирует другой сериал, явно стремящийся стать хитом сезона. Ликорис Рикойл. Девушка-ассасин с лицензией на убийство. Переводится в кафе. Немыслимый сеттинг и вступление. Не заметил, как посмотрел 3 серии? Написал Кодзима. Не подумайте только, что я кидаю камни в огород девочек-киллеров. Просто мне хочется, чтобы произведение, которое мне нравится, получило хотя бы немного дополнительной популярности. И вот я, как и годы назад, стою в уголке комнаты. Только в этот раз я сжимаю в руках не Детройт, город металла, а перерождение дяди. Знаете что? Афиг с ней с массовой популярностью. Потому что лучше нишевый продукт, который уколол в самое сердце, чем хит сезона, который забудут уже по завершении показа. Потому что выйдет новый хит сезона. На этом пришло время подводить итог. Подводя итог, я настолько тронут этим произведением, что отодвинул все свои планы на другие статьи и видео, лишь бы поделиться им с вами. На протяжении всех переведенных 8 томов я по-настоящему смеялся, хоть порой и с ноткой грусти. Я уверен, что не так много людей поймет и прочувствует это произведение. Для многих эта история с по-настоящему грустной улыбкой будет вызывать лишь реакцию «Эй, да это ж кринж». Да, это не хит сезона. И Катзима не будет рекламировать его в Твиттере. Но тут уж ничего не поделаешь. Разные люди, разный жизненный опыт, ценности и приоритеты. Но перерождение дяди умудрилось не проткнуть меня мечом хита сезона, но уколоть меня в самое сердце с хирургической точностью. Это одно из самых ламповых и печально веселых произведений последних лет, которое словно было создано на одной волне со мной. И от всего этого мне хочется смеяться и плакать, глядя, как главный герой дяди с удовольствием берет в руки джойстик старенькой Сеги. Потому что она имеет для него особое значение. А это самое главное. А на сегодня это все. Большое спасибо, кто насмотрел. Большое спасибо всем, кто поставит лайк, оставит комментарий. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете про перерождение дяди. Вас отпугнул визуальный стиль или же наполнение перевесило чашу. Будет очень интересно почитать. Кстати, сейчас на экране вы видите интересные комментарии из-под предыдущего обзора. Мне каждый раз приятно считать такие развернутые и интересные мнения. Так что у всех есть шанс попасть в следующее видео. И всем еще раз большое спасибо за сегодня. И как говорится... Сансайка.